всем привет надеюсь меня хорошо слышно если что можете по ходу как бы походу по ходу самого стрима какие то вопросы задавать писать в чат смотрите сегодня мы посмотрим художников разберем пайплайны разберем кто и как и почему работает фильмах в играх кому интереснее работать в играх идут в игры да кому интересно хочется побывать на какой-то огромной студии и поделать фильмы мы об этом тоже поговорим давайте начнем с первого художника это раян ланг наверное привычнее да начать вот с людей которые говорят вот художник он работает в фильмах не использует фотки не используют 3d вот такие художники тоже существует которые работают в marvel вот этот очень крутой дядька работает marvel и просто не использует ну он использует фотографии да здесь видно что здесь есть машины это фото башь я думаю скорее всего но в основном это просто рисовка чувак берет и рисует без всякого не используя 3d до 3d мы еще дойдем этого это вот самые те пайплайна которые привычны когда говорит вот ты художник ты рисуешь руками и когда спрашивают и ты говоришь нет я еще и 3d делаю не горят ну блин все ты не художник нет на самом деле это не так концепт художник это человек который которому важно показать идею не важно каким образом ты это будешь делать хоть там на коленке на салфетке нарисуешь что-то великое блин это будет уже крутым концептом это важно воплотить какую-то идею вот этот художник он вообще от идеи просто рисуем там где-то какие-то фотографии можем посмотреть кстати вот этот весь файл если что стучитесь я скину его привет так вижу уже здоровайтесь скину если постучите я скину куратор куратор скинет каждому кому нужен будет в конце я расскажу как бы смысл этого всего файла под конец так давайте рассмотрим дальше это у нас доктор стрэндж тут кейфреймы кейфреймы это какие-то поэтапные как бы как что фильме поэтапно происходило и показать интересный кадр как фильме это будет смотреться это у нас кейфреймы идут это просто вот набросок тоже линейный черно-белый доктора стрэнджа так вот давайте посмотрим вот например здесь vfx очень круто передан да показан как бы на картинке потом его реализовали в фильме ну кто фильм смотрел я думаю приблизительно понимает вот вот эти эффекты все круговые как они очень круто сделаны здесь но их немного уже на постпродакшене да когда уже фильм там подходил концу его немножко подделали там переделали чуть не так выглядит но в целом саму идею и сам концепт художник очень круто передает прям очень здорово всем привет привет так вот ну как бы сегодня в целом да мы будем говорить об окружении но и не будем забывать что в окружении есть и персонажи которые в целом как бы тоже их концепте концепт иногда те художники которые концептят и окружение есть узкая направленность да когда вы делаете кейфреймы только окружение есть художники которые концептят это и другое у них нет как бы ограничение в этом они не чувствуют себя скованным давайте дальше вот смотрите как бы момент того что вы можете работать над крупным каким-то триплей фильмом там игрой вы можете также работать над мультиком как бы вам ничего не мешает прыгать из стиля в стиль это очень сложно это не всем удается это прям реально это эта проблема потому что некоторые привыкают настолько что не могут себя переначать когда кто-то рисует очень долго реалистичном стиле потом перепрыгивает на стиль какого-то мультика ему тяжело стилизировать какие-то ну пропорции даже человека те же пропорции деревья в пропорции камней и так далее вот тут даже очень круто это показано это прям очень крутые концепты как мы не именно того острова на которой была муана тому тип муана вот очень здорово показано персонаж и как персонаж работает в окружении вот вот этот персонаж как бы вот раскадровка это и я не так понимаю скале образ потом вот вписали его уже в окружении как он будет смотреться в кадрах это молодая вот тот герой анти герой молодой потом он переходит в разные стадии этому она в окружении тоже так идем дальше я думаю вы все смотрели и я думаю в будущем посмотрите любовь смерти робота это очень офигенный художник это прям открытие для меня с недавних пор это вот малая часть художников которые вдохновляют меня по фильмам и играм верхние это в основном фильмы мы сейчас поговорим и потом найдем отличие чтобы не запутать вас это в основном фильмы и мультики и какие-то и какие-то короткометражки давайте рассмотрим немножко pipeline да если здесь у нас художник просто закидывает там начинает открывает фотошоп да сейчас мы сейчас мы даже откроем фотошоп чтобы нагляднее было так секунду вот допустим не знаю ну давайте откроем работу пока будет открываться поговорим вот если в этом в этом случае мы открываем фотошоп то в этом случае человек сначала где-то что-то набрасывает а потом открывать 3d программ вот это он делал в 3d максе я захотел к нему на страницу смотрел именно каких программах он работает и он работает в 3d максе в кейшоте если посмотреть сколько на как бы человек наделал там буквально это короткометражка идет 15 минут это у краткометражка по моему то ли 4 то ли 5 если не ошибаюсь 5 или 4 7 вот и вот для одного всего лишь для одного и то смотрите вот это столько концептов там для одной короткометражки и половина из этих концептов даже не вошло как бы режиссер такой наверное посмотрел именно этой серии там выпал какие-то моменты которые больше всего понравились тут очень много одинаковых 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 как бы по сути окружение очень одинаково какие-то локации но цветокор разным вот за счет цветокора вот зеленого кстати в этой серии нету все нету эта серия чисто такая оранжево-желтая такая ахристы в основном охра изолита потому что серия о пустыне грубо говоря вот и вот эти можно вынести это те которые вошли финал именно самой самой этой картины так давайте сейчас на вопрос секундочку печатать это так а стрим не знаю я планировал где-то около часа может чуть чуть меньше чуть чуть больше потому что еще было в планах что-нибудь порисовать но сегодня лекция вон так что я буду больше наверное говорить показывать рисовать уже буду позже и можем в конце полипить да так как мы будем учить из и браш немножко и 3d код и блендер немножко можем полипить потому что концепт может даже выглядеть вот так вот вот это я начинал там делать и я думаю мы его продолжим делать да это не совсем окружение но его можно как-то круто в окружении вписать об этом еще тоже поговорим так давайте да вот крутая серия согласен ты прям блин это прям безумная серия мне очень нравится одна из лучших во втором сезоне так давайте посмотрим поближе под смотрите тоже почти одинаковые но сам цветокор как поменял всю атмосферу работы это какая-то матрица сверху а это уже больше не знаю татуин звездных войн серьезно посмотрите как отличается просто цветокора цветокора и немного композиции да вот тут колонна появилась тут ее нету да она как в бункере немного все-таки немного композиции меняется меняется пространство меняется практически не знаю 10 секунд серии это очень важно и сквозь только таких вариантов выбирают один я уверен что этот художник выставил всего лишь там знаю ну три процента от силы что он делал для этого для этой короткометражки потому что здесь очень много это один из единственных художников который очень много выставил я уверен что он выставил не все потому что под нда там что-то нельзя абсолютно выставить что-то ему не понравилось что-то он не хотел и так далее как бы печально то что в концепте всегда вот этот момент что ты не можешь выставить вовремя вот над этим над любовь смерти робота он работал если не ошибаюсь два года назад еще именно над этой серии потом она идет дальше потом она идет в руки 3d-х художников там специалистам уже по разные спецэффектами так далее и над этим мультиком но грубо говоря не мультик это уже такой короткометражный серьезный фильм даже но очень сделан круто в графике да там живых актеров нету но безумно круто сделать давайте пойдем дальше чтобы я не заострял свое внимание как бы вы поняли что в целом художник у художников пайплайн раз вот этот 3d max там кейшот и фотошопе обрисовка как бы да мы смотрим сюда и смотрим как бы здесь как выглядит это очень разный подход просто этот человек там привык не брать какую-то базу 3d шну и рисовать просто фотошопе ему так привычнее он так привык так давайте идти дальше сравним следующий подход так здесь намного интересней это очень известный художник мэтт элсов это прям безумно классный дядька он уже в индустрии там больше 25 лет по моему если не ошибаюсь если что если вы знаете больше там поправляйте я не профи только забуду читать в комментарии так по персонажем но тут есть вопросы на курсе будет персонажем тоже но не совсем прям по персонажем как бы мы немножко вскользь пройдемся как вписать персонажа скорее всего в наше окружение я думаю об этом мы поговорим даже вот здесь сейчас будет интересно смотрите хочу акцентировать на вот этом шоте внимание вот здесь в нижнем шоте вот это все это фильм это прям сняли фильм а потом художнику дали на обработку посмотрите на задний план видите здесь даже видно водный знак именно просто вот водный знак тут видно на фотографии вот вот это все вот этот вот весь кусок тут была просто зеленая зеленая занавеска да как бы вот часто можете там про на слитых кадрах с marvel увидели там зеленый такой хром который висит который просто покрывает всю заднюю часть чтобы потом или отдать художникам на пост обработку до чтобы посмотреть как художники увидят это да потом отдать уже 3d шниками так дальше вот тут можем мы увидеть просто кадры это помызгой 1 если не ошибаюсь так вот здесь тоже вот это прям кадры и из фильма прям просто на этапе эти кадры отдаются концепт художником чтобы показать город вот смотрите вот это полностью отрисованный город художником чтобы просто есть вот такие вот кадры вот эти кадры только вошли в фильм если не ошибаюсь по-моему да я пересматривал недавно относительно вот это просто атмосферники чтобы понять приблизительно что за этим городом да что он из себя представляет сверху вот эти два шота это очень интересно потому что снимаются фильм какие-то кадры а потом отдаются художник грубо говоря ты вот эти все персонажи вписываешь в это в это окружение это очень круто так давайте посмотрим это раскадровки черно-белый вот прям не знаю воруй как художник вот не стесняйтесь какой-то момент где-то у кого-то подсмотрите вот смотрите какие-то новые крутые штуки просто он берет и тональные вещи делать просто разбивает на как бы три тона да грубо говоря белый серый черный воздушная перспектива как круто работает композиция безумная композиция композиции мы еще чуть ниже поговорим в самих кадрах от фильма я поделал кадры разбил их на интересной композиции в этом мы поговорим так просто безумный художник еще раз повторяю вот этот файл пюрефа если кому-то нужно будет стучитесь или мне в стейшн там я не знаю в telegram где-то вот если что какие-то контакты найдете или стучитесь к ребятам с курса я им скинул этот файл и вы потом посмотрите еще раз так давайте еще раз посмотрим этого художника вот этого художника план он тоже работает с 3d но он я бы сказал 50 на 50 иногда ему 3d абсолютно не нужно как бы 3d тут в основном работает в том плане что он берет и ему уже дают до готовые картинки какие-то может 3d болванки он обрисовывает я так понимаю что он работает в айлэм если не ошибаюсь так не это он супервайзер сейчас данный момент но он работала и лэм потому что лэм делают звездных войн ну не только лэм так давайте посмотрим он тоже вот смотрите очень крутой пример ему дают просто фотографии сняты снятых кадров вот даже видно где здесь фотография вот эта фотография все правая часть вот тут он уже что-то долепил видно как в фотошопе так вот тут тоже как бы верблюдом лепил сюда и нарисовал корабль уже как бы атмосферно круто очень крутая сцена как бы но это быстрый шот ему нужно было просто показать куда там дальше да пойдет это все там 3d шником как бы ребятам которые будут уже делать этот корабль чтобы показать как он выглядит как он будет выглядеть в кадре и он не когда как бы показывает он показывает постановщику художественный постановщику и режиссеру картины на и они уже определяют визуальный стиль как она выглядит подходит он или нет занести очень важен особенно вот в звездных войнах это прям неотъемлемая часть вот такой же шот просто вечером как бы такая очень похожая композиция но уже вечерний тоже он рисовал корабль тоже вот это все фотография ему дают фотографии и художник просто должен как бы доделать чтобы композиционно это очень круто бы взяла в кадре чтобы было конфеткой так так давайте посмотрим еще его работу вот это очень редкий случай когда прям что-то прорисовывать с нескольких ракурса и так далее именно отдельные какие-то пропсы фильм потому что зачастую такое делается в играх в фильмах такое редко встретишь потому что если вот такие вот шоты делаются значит именно фильме вот это строится вот такие вот макеты строятся вот такие оружие и они не делаются в 3d и так далее они делаются в реальности это именно макеты разные крутые. Это ты можешь пощупать, это ты можешь посмотреть, как оно вживую будет выглядеть. Я думаю, часто концепт-художников в Голливуде приглашают, чтобы они оценили работу, попали они, не попали в концепт и так далее. Так, давайте дальше. Ну вот здесь очень прикольная композиция, просто динамика, как эффекты огня и так далее. Об этих шотах мы тоже еще поговорим в дальнейшем. Как они визуализируются в играх. Так, смотрим. Ну вот здесь, я так понимаю, это было 3D, и он просто атмосферно пытался законцептить, немножко вписать в сам... Вот, понимаете, даже вот эти вот эти штуки и аберрация на фильм, это уже, грубо говоря, какой-то вход в концепт, чтобы визуально сделать картинку лучше, этот кадр. В фильмах проблема в том, что когда ты делаешь очень много концептов, и фильм входит буквально там, не знаю, концептов 10 из миллиона, грубо говоря, да, я, конечно, утрирую такую цифру, но в целом, блин, обидно. В играх немножко по-другому работает. Так, вот здесь тоже шот. Это из фильма, я точно помню. Видите, очень много кадров из фильма дают художникам уже на постобработку, чтобы они показали, как это будет выглядеть, грубо говоря, в дальнейшем фильме. Так, и вот над такими шотами, вот как вот этот, и вообще в целом вот этот художник, работают там десятки художников, сидят и именно над одним шотом могут работать. Там один нарисует, блин, там художественный постановщик скажет, блин, чувак, не так. К другому подходят, он говорит, вообще в точку, всё, мы тебя берём на этот проект и только на этом сидишь. Другого там, который любит рисовать одних монстров, его берут только на монстров. Такое тоже бывает. Как бы такие моменты тоже. Вот этот очень мне нравится шот, потому что здесь видна вот эта огромная-огромная махина, да, там лежит какой-то скалистый чувак, да, который там в скале выпилен и упал. И здесь такой маленький кораблик. Масштаб, очень круто передаётся в этом шоте масштаб. Прям вау. Так, давайте ещё посмотрим. Вот это, этот кадр, видите, да, как бы тут он прям пролинеен, тут прям в перспективе очень круто всё сделано, чтобы прям понять, как его именно делать там руками, вручную. Я уверен, что вот этих шотов было ещё много с разных ракурсов, с разных сторон, чтобы сделать именно в реале, как это должно быть, как это должно выглядеть. Так, вот это как бы оно же. Просто здесь уже немножко функционал другой. Здесь оружие стоят, видите, а здесь уже человек лежит, но по своей, как бы по шейпам, да, они очень похожи. Так, давайте смотреть ещё. Это, я думаю, больше атмосферники такие. Так. Вот, вот этот кадр в Мандалорце ещё был. Хотя этот художник, по-моему, если не ошибаюсь, не работал в Мандалорце. Так, это тоже атмосферники. Это больше на цветовую как бы палитру, да. Так. Давайте дальше. Тут интересно. Смотрите, это Пабло Домингос. Это прям офигенный художник. Вот он, блин, ну тут все офигенные художники, не будем лукавить. Это прям ребята, которыми я вдохновляюсь. Так, смотрите. здесь вот этот концепт, это то, что в фильме. Смотрите, какая разница. Ну, как бы, грубо говоря, её не. Как бы, да, там немного по композиции, смотрите, практически один в один. Как бы здесь большая форма корабля, здесь большая форма корабля. Ну, немножко здесь на передний план, но я думаю, это уже шот, когда там наплывает уже как бы не до этого. Композиционно очень-очень-очень много, ну, как бы взяли от концепта. Прям концепт почти попал, ну, то, что в финале получилось. Грубо говоря, взяли концепт и прям один в один перенесли фильм. Вот так же и здесь, да. Как бы, ну, тут просто наглядно из-за того, что много постэффекта такого огня, не реалистично, не в атмосфере, да, здесь докинули ещё такого блюра синего цвета и так далее. Очень круто смотрится. Прям вот это, вот это концепт, это фильм. Концепт, фильм, концепт, фильм. Блин, очень круто. Так, вот, вот это очень классный пример. Вот это два шота на один концепт. Один и тот же художник делал два шота, чтобы просто композиционно посмотреть, как будет выглядеть. Здесь было круто, что на корабле прям весь корабль, там, если взять отдельный корабль, там какие-то там 10% света на него падает, и 90% в тени. И он как раз этот момент показывает, что сзади там какая-то планета, чтобы отделить, да, этот корабль, чтобы приблизить к нам. Прям очень круто. Здесь наоборот. Он прям больше света даёт, прям больше света. Он в целом выделяет корабль, сзади размазывает огонь. И вот тоже очень крутые кадры. Но взяли в нижний, скорее всего, потому что вот прям сзади облако. Облако дыма от каких-то взрывов и так далее. Смотрится просто круто. Прям вот это фильм, это концепт. Смотрится просто топово. Вот отсюда тоже можно. Вот это всё было в фильме. Просто очень долго искать, ребят, очень долго. Но вот здесь это прям топово. Так, так же здесь. Вот концепт, вот фильм. Прям практически один в один. Просто цветокоры немножко изменили. Изменили цветокор, и я думаю, как раз отсюда цветокор взяли. Просто процентное соотношение изменили. Здесь, если тут вот там 20% этого солнышка, да, здесь поменяем. Чтобы на контрасте смотрелось. Потому что это движение. Когда движение, тебе хочется какой-то контрастный объект, чтобы на отдалении он считался. Здорово. Вот. Концепт художник занимается не только, да, вот я говорил, персонажами, окружением. Ещё есть такой момент, когда концепт художник показывает эффекты. Это прям многие художники не любят, потому что это сложно. Сложность в чём? Всё, вот эти штуки мы видели. Мы там видели взрывы и так далее. Но мы комбинируем и что-то создаём новое, да. Нужно абсорбировать идею, да, как бы брать что-то одно и комбинировать идею с каких-то там прошлых, будущих и так далее. Так и появляются там стимпанк, дизельпанк и так далее. Вот такие вот штуки. Почему эффекты не особо любят? Потому что их нужно придумать настолько с нуля, да, как бы мы сейчас скажем, да, я знаю эффекты. Потому что мы насмотрелись с Марвел и мы знаем, как они там выглядят. А как придумать новый эффект? Блин, это очень сложно. Так, если что, задавайте вопросы. Не бойтесь, по ходу, если что, я буду отвечать. Так, вот эффекты. Вот Ванда Вижн. Как они за концепт? Какой был концепт, да? И как получилось в фильме? Простите за плохое качество. Вот, смотрите. Это прям он брал и какие-то находил. Вот я даже вижу вот эта кисть. Это текстурная кисть. Тут очень много всего. Кисти. Он брал, вот тут даже видно фотка необрезанная. Ему дали какой-то шот, сказали, сделай нам эффекты. Я уверен, что над этими эффектами трудилось очень много художников. Потому что их очень много реально. Вот которые эффекты делают. Потому что в эффекты попасть очень сложно. Потом ты отдаёшь там, ребята делают это всё в будении, частицами и так далее. Оно выглядит безумно круто. Так. Так, так, так. Что случилось? Так. 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 Так, 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 так. 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 Меня слышно? Не знаю. Так. Просто у меня пишет вроде видео недоступно. Так, странно. И пишет нет, нет связи с чатом. Ага, я понял. Всё хорошо. Но меня слышно? Всё хорошо. Я тогда буду дальше продолжать. Так. Потом есть вот художник Дарек. Так, смотрите. Есть ещё такой художник Дарек. Если вот Пабло, он использует ZBrush. Основной его инструмент, да, мы говорим о Пайплайне. Основной его инструмент это ZBrush. Он в ZBrush делает очень крутые штуки. У него есть офигенный гомбровод, в котором он делает космические корабли. И он рассказывает, как он делает, как он делает пост-обработку и так далее. Так. Идём дальше. В основном он использует Brush, Photoshop, Blender. Так. Следующий Дарек. Давайте. Это тоже. Вот серия, не помню. По-моему, вторая. Любовь к смерти роботы. Там, где я не хочу спойлерить. Но там, блин, ладно, посмотрите. По-моему, вторая серия. Вот смотрите. Вот это больше атмосферники. Как бы нету такого, что в фильмах прям что-то прорабатывается. Там отдельный берётся дом и прорабатывается. Машины, да. Машины, скорее всего, прорабатываются, потому что нужно их концептить. Мне кажется, тут отдельно был художник, который занимался машинами. Вот если сравнить вот эти два шота, они очень круто показывают. Да. Вот это уже сам фильм. Короткометражка. Из «Любовь к смерти роботы», по-моему, вторая серия. Так. Сейчас. Вопросы какие-то были. Так. Так. Я здесь. Вопросов пока вроде не было. Мы немножко отвалились вроде, да. Но всё окей. Так. Давайте посмотрим. Вот этот кадр — это концепт именно вот этого шота. Немножко поменяли, да, как бы в самом концепте. Здесь была ближе камера, немножко драматичности больше было. Вот здесь уже как бы чуть-чуть отдалили. Хотели показать вот эту композицию, да, что она перечёркивает, вот пополам разделяет правую и левую сторону. В этом плане есть даже какая-то философия, да. Здесь полиция убивает человека, а полиция с другой стороны, да. Как бы... Ну, можно как бы в каждом таком шоте искать какую-то супер привязанную логику, крутую. Но давайте пойдём дальше, потому что это растянется на очень много. Так, вот это тоже. Смотрите, вот это очень похоже, если мы здесь видим вот это пространство. Огромное-огромное здание. И здесь. Вот он здесь показал это. И вот это приблизительно, если не ошибаюсь, там буквально в пяти, в десяти... Да нет, каких десяти, пяти... Там буквально в двух или в минуте вот эти шоты находятся. Он там заходит в здание, выходит, и как бы здесь пристреливают, а здесь они стоят. Вот как бы в целом у него по атмосфере немножко другая. У него матрица мне тоже опять напоминает, потому что цветокор вот такой зеленовато-синий. Как бы здесь уже немножко такой более ретро, что ли. Вот прям уже не такой зеленый. Вот. Концепты могут быть тоже такими же. Видите? Они могут быть абсолютно не с 3D сделаны и так далее. Здесь просто все Photoshop. Здесь какая-то динамика. Вот он в основном использует Photoshop и 3D-болванки. Но 3D-болванки изредка, потому что он прям очень быстро делает, накидывает свои идеи. И это прям видно по мазкам. Он, этот художник, тоже очень долго в индустрии. Так, давайте еще посмотрим. Вот это, это же серия. Вот это, вот эти концепты ходят в эту же серию. Так, это когда они там поднимаются по лестнице. Очень крутая атмосферная, атмосферный кадр снизу. Кадр снизу показывает вот этот масштаб вот этих людей в богатых костюмах и так далее. Это вот с разных ракурсов. Это вот, вот они сейчас здесь, где-то камера вот здесь, да. Мы смотрим вот за спиной вот этих людей. Смотрится прям офигенно. Вот тоже, вот смотрите, 3 шота, 3 шота, именно нарисованные художником, для там буквально 10 секунд пролета вот этой машины над этими домами. Просто чтобы показать, какая атмосфера, да. Как офигенно они смотрятся. Просто вот отдаляешь, это просто картина. Хотя нарисовано очень быстро. Это фотография плюс очень быстрая обрисовка. Прям видно, что художник больше по настроению делает работу. Именно показывал какие-то вот точечные моменты. Прям вот хотел попасть в вот эту атмосферу утра. Там солнце встаёт за тучами, что это огромные-огромные дома. Показать масштабность вот эту огромную. Вот, вот это очень крутая кадра. Мне кажется, он лучше всего подходит. Вот тоже какую-то 3D-болванку или дали, или сам сделал. Иногда в студиях бывает такое, что тебе дают 3D-болванки. Есть отдельный художник, который делает 3D-болванки. И как бы тебе дают, и ты как бы пытаешься их улучшить. Потому что просто занимать время 3D-художника, который будет при этом концептить и ещё в 3D это технически всё реализовать, это очень время затратно. Для концепта художника самое главное — это время. Чем быстрее ты делаешь, тем быстрее ты найдёшь, грубо говоря, работу, тем ты востребовываешь и так далее. Так. Вот наш любимый Финниан Макманус. Художник, который очень, не знаю, мне кажется, он настолько импровизирует в своих работах. Прямо безумно круто. Он берёт, у него там пак миллион фотографий разных, и просто он сидит, у него он стримит иногда на Твиче, по-моему, если я не ошибаюсь, на Твиче, а не на Ютубе. И он берёт просто... Вот этот художник делал для очень многих фильмов, игр. Этот художник работает... Вот если вот эти художники, они в основном работают в последнее время над фильмами. Вот этот художник, он... Ему без разницы, грубо говоря, как мне кажется. Потому что у него такой стиль, который подойдёт абсолютно и игре, и фильму. Так, вот это Ванда и Вижн. Это он делал Хижину, если не ошибаюсь. Я вот не досмотрел Ванда Вижн, к сожалению. Нужно досмотреть. Так, вот, смотрите, концепт одного домика. Ну, там домик в итоге один, я так понимаю, но концепты очень много. Да, как бы идея за идеей. Просто раз, два, три, четыре. Разная форма, разные шейпы, разный силуэт домика. Разные там возле, да, атмосфера домика, да, как бы окутывают, вот эти корни окутывают. Это очень важно. Именно чтобы играло это всё на атмосферу. Я уже с нетерпением хочу посмотреть, какие концепты у Локи. Кто смотрел Локи, блин, это безумно крутой сериал. Это прям вау, это прям просто мега круто. Так, давайте идти дальше, наверное. Вот, ну, Макманус, он в основном вот фотобашер. Он берёт фотографии, с них лепит, рисует, дорисовывает, обрисовывает. И он в таком скетчевом ключе это делает. Но это круто. Это вот если там новичок нарисует что-то такое, да, прям совсем новичок, который не знает, что такое концепт, и поставит там Макмануса, да, типа для незначивого человека он скажет, да, блин, одно и то же. Типа я не вижу разницы, ребята. Нет, на самом деле разница огромная. Так, это тоже. Это тоже у нас Макмануса. Это Ванда Вижн, когда Вижн пытались там что-то с ним сделать. Вот смотрите, серое, там светло-серое, там белое практически. Сколько вариантов, сколько ракурсов. И всё вот это, там делает потом 3D-шник, и это буквально там 5 минут в фильме, и всё. В играх немножко по-другому, потому что, ну, сейчас мы дойдём, всё-таки, всё-таки мы дойдём, и я немножко тогда о играх больше расскажу. Так, это Макманус сделал для Король Лев, который выходил недавно, да, как бы переиздание, грубо говоря, мультиков, фильм, да, такой вот момент. Вот здесь тоже кадры, как бы как они там к дереву идут. Тут главные ракурсы, атмосфера, композиция, сколько дерева в процентах занимает, да, как бы сколько неба. Это выглядит очень эффектно и очень круто. Это вот прям очень шикарный кадр. Так. Вот тоже на атмосферу, да, сколько вот там занимают маленькие Симбы, да, со своим отцом. Как бы всё вот это пространство. Блин, это здорово, ребята. Это прям круто, мне очень нравится. Так, дальше смотрим. Как бы, да, вот такие вот кадры, тоже композиционно расставить персонажей в окружении, это очень сложно. Это прям иногда проще сделать окружение без персонажей, чем с персонажем. Так. Это всё кадры. Кадры, кадры Макмануса, которые он делал. Там многие вошли в фильм, я помню. Но я, правда, не помню такого прям мега-безумного взгляда. Так. Вот это очень забавный кадр. Пумба такой развалился, такой вот что-то там, песни свои напевают. Вот эту знаменитую свою Тимон и Пумба. На самом деле очень классный кадр. Прямо показательный. Вот как здесь, вот как реалистичным животным придать, как бы в атмосфере вот этой всей красоты, ещё и придать эмоции ему. Он успел ещё и это сделать, потому что тяжело. Блин, ну, они немножко, если честно, в фильме немножко криповенько получился этот момент. Как бы что у них, они разговаривают, да, антропоморфные такие животные, грубо говоря. Хорошо, что они ещё на задних лапах не ходили, но в целом, как бы, круто по атмосфере сделан сам мультик, точнее фильм, да, уже можно говорить. Так, давайте ещё раз перейдём к следующему художнику, уже от Макмануса к Тенри. Так, вот, давайте посмотрим. Вот этот художник очень-очень много работает с 3D. Прямо практически все шоты 3D и обрисовка. 3D и обрисовка. Так, вот, смотрите, вот поезд. Мы ещё, прям к этим шотам мы ещё вернёмся, я их даже, даже немного, вот, увеличу, отставлю. Вот смотрите, как офигенно работает сайфай. Окружение — это не только, да, там мечи, там шлемы и так далее, вот «Звёздные войны». Окружение — это прям всё, что нас окружает. Это локации. И, блин, задать правильную атмосферу вот этими всеми осветителями, источниками света и так далее, это безумно сложно. Но когда это получается, это прям вау, это прям круто, это прям супер. Если что, опять же говорю, задавайте вопросы по ходу, чтобы я мог останавливаться, передыхать, отвечать, если что-то непонятно, спрашивайте и так далее. Ещё раз говорю, вот этот файл, весь пюреф, у кого есть пюреф, если нет пюрефа, ребят, заходим на сайт пюрефа, скачиваем, он бесплатный. Я вам скину вот это всё, вы ещё раз сможете после того, как я всё расскажу. Я надеюсь, всё-таки мы сегодня дойдём до конца, потому что 40 минут, а я только вот в начале пути. Наверное, всё-таки давайте быстрее пробегаться. И я вот этот файл всем скину, ещё после того, как я расскажу, вы посмотрите сами, посмотрите этих художников, зайдёте на стейшн и всех порассматривайте. Так. Давайте опять же посмотрим. Ну, в основном, это да, это 3D. Это прям очень крутые 3D-болванки, которые прям очень круто вписаны в атмосферу именно этого фильма. Потому что немаловажно, чтобы вы попали именно в этот фильм. Чтобы вы были отчасти фанатом «Звёздных войн». Чтобы, блин, ну вы прям, должны прям попасть-попасть. Вот эту всю атмосферу, в эти планеты, которые были ещё в старых «Лукаса», вот эти первые 3 части трилогии. Нужно любить именно, чтобы вас взяли на какой-то такой проект. Мало просто круто рисовать. Нужно прям любить именно вот такие вот штуки. Именно такой дизайн, такую атмосферу. Так, давайте посмотрим. Так, опять же, вот 3D полноценный. Да, там фотографии на заднем плане. Там дорисовано кистями. Даже вот круглая кисть. Везде присутствует наша любимая стандартная круглая кисть в Photoshop. Так, опять же, вот погоня в соло. Это уже соло. Вот это всё соло. А это «Изгой». Так, идём дальше. Вот, добрались мы наконец-то к играм. Всё, что вверху, это были фильмы и короткометражки в основном. Как бы, да, там некоторые художники работали. Вот Макманус работал на «God of War» для последнего, фильма, который в 2018 году вышел. Безумно классная игра. Советую поиграть, посмотреть фильмы «Ванна Вижн» сериал, «Король лев» и так далее. Так, давайте посмотрим. Вот это очень офигенный показательный художник, как сейчас работает вообще игровая индустрия в целом. Вот смотрите, у нас, например, как работает художник с уровнями. Вам нужно создавать не только атмосферники, но если вы работаете именно в игровой компании, вам предстоит, вам будут давать вот такие вот шоты, вот такие вот, видите, тут ничего нету. Это просто вот какая-то атмосфера, красивый лес на заднем плане, ну и также с 3D Max просто незатекстуренный самолёт. И вот концепт художнику по окружению дают вот такую вот болванку, чтобы он сделал вот так вот. Чтобы он набрал кучу рефов. Рефы — это очень важно в нашей индустрии, в игровой, в гейм-индустрии, в фильм-индустрии. Для концепта художника это очень важно. Чтобы художник набрал, посмотрел рефы, как, что. Иногда целыми группами художников отправляют какие-то экскурсии, чтобы вдохновиться на другие страны, чтобы именно ту игру, которую они создают, в том сеттинге, например, там в God of War это очень был классный показатель для меня момент. Художников по окружению отправили в Норвегию. В Исландию, в Норвегию. Они там побывали, вдохновились видами, пейзажами, сделали просто бомбезную игру. Ребята, это просто фантастика. Так, давайте дальше смотреть. Вот сколько рефов, да, и потом он сидит и, как бы, смотря на эти все рефы, ему дают несколько шота. Вот этот шот и вот этот шот. Там сверху, снизу, и он обрисовывает, как после крушения самолёта, как он должен выглядеть. Рисует персонажа, чтобы понимать масштабность, да, как бы, чтобы персонажа соотносить к входу, да, И вот, например, он там становится на ящик и перелазит по силуэту, мы видим, да, он это всё описывает, как бы, и концепт-художник в игре, он взаимодействует с каждым, грубо говоря, потому что это начало проекта, грубо говоря, сказать, что от нас всё начинается, от концепта-художника всё начало, потому что мы даём старт всему, старт визуальной части проекта, как он будет выглядеть, почему так, почему он не должен выглядеть по-другому, вы должны это доказывать своими рисунками, да, не важно, как вы будете, да, это делать, важно, чтобы это было круто, выглядело уже потом в постпродакшене и так далее. Так. Вот он, вот этот кусок берёт, да, и как бы обрисовывает, ему дают вот такую вот задачу. Вот на работе тоже вот у меня такие вот моменты бывают, присутствуют как бы зачастую. Там пропсы какие-то, например, нам нужно дорабатывать, не только всю как бы локацию. Вот, вот так сейчас работает именно концепт-художник по окружению. Он не только делает супер-красивые шоты, к сожалению, как бы как бы перескорбно не хотелось, там, да, у нас всех в портфолио вот типа вот таких вот красивых шотов и так далее, но в игре, в играх зачастую мы делаем не только красивые картинки, мы делаем ещё и обрисовываем, как в геймплее мы очень много соприкосновений у нас с левел-дизайнерами. Мы, помимо того, чтобы это выглядело красиво, мы должны учитывать, чтобы это выглядело играбельно в игре. Это вот игра Days Gone. вот видите, вот здесь, вот сейчас показательный момент, видите, здесь 3D-болванка, опять же, она очень скучная. Концепт художнику отдают её, 3D эту болванку, он, смотрите, он законцептил саму болванку, он рисовал, общался с его дизайнерами, потом на каком-то этапе текстуровщики и 3D-шники, которые создают пропсы и так далее, они застреют. Так, вопросы можно задавать прямо сейчас, ребят, задавайте, я говорю, задавайте походу, я вижу, когда вопросы задавать можно спикеру, когда угодно, задавайте, я буду останавливаться, отдыхать и как бы отвечать на вопросы, без проблем вообще задавайте, я только за. Как бы я отдохну от рассказа о концепт-арте в кино и играх и немножко подвечаю на ваши вопросы, потому что я думал на час, но такое ощущение, что затянется и на 2 часа. Если вам интересно, то, блин, могу и полдня посидеть и поговорить, порассказывать. Вот смотрите, да, о чем я и говорил, давайте продолжим, пока вопросов нету, я думаю, задержка какая-то есть, и вы услышите, и потом напишите вопрос. Так, и вот он описывает, да, вот у нас в этом мире, в котором создается эта игра, это зомби-апокалипсис, зомби-апокалипсис у нас, и здесь всё должно быть каким-то заброшенным, разрушенным, и он там ломает забор, допустим, да, там ломает там зонтики, которые он же нарисовал, видите, пока их здесь нет, он даёт какую-то атмосферу здесь, он пытается добавить жизни, чтобы какие-то уникальные были объекты, чтобы зрителю, который играет в эту игру, сейчас игры не восьмибитные, в которых все пиксели одинаковы, нет, сейчас игры намного круче стали, они стали намного развинутей по графике, поэтому столько концепт-художников работает над одним проектом, может работать очень долгое время, там и пять лет работают над одним проектом, концепт-художники. Так, давайте, ну, как бы много уникальных моментов, он прям даже перестроил, видите, он здесь добавил абсолютно кусок здания, чтобы он выглядел интереснее, я бы так сказал, потому что вот здесь очень много было бы пустоты, если бы, ну, это сейчас я с точки зрения концепт-художника, как бы у меня тоже, я работаю над такими штуками, рисовываю, как бы пытаюсь найти логику, потому что в таких проектах нужно много логики, чтобы понять, почему так, а почему и, ну, почему не по-другому. Так, получается, концепт-художник. Нет, смотрите, вот я прочитал вопрос, какой-то результат считается, вы отдаёте, вам дают задачу, вы собираете референсы, делаете какую-то часть работы, вам кидают правки, да, присылают правки, вы смотрите на эти правки, если как бы вы понимаете, что да, вы там где-то пропустили, или там по дизайну что-то не сходится, или по визуальному стилю, вы там идёте дальше делать правки. Если там клиент, который пришёл к вам и попросил законцептить, вы законцептили круто, а он начинает говорить, вот здесь не так, а вы можете защитить своими рисунками свою работу, вы можете с ним поспорить. Ну, зачастую, как бы клиент прав, к сожалению, так это работает. Так, давайте разберём дальше. Вот тоже пример, да, как бы, если что, задавайте ещё вопросы, если всё. А сколько у него попыток? Блин, ну, смотрите, часто такое бывает, что если у концепта художника не получается именно определённый проект, ну, например, вы, допустим, вы рисуете монстров, и вас кидают рисовать золушек, или вас кидают рисовать, например, вы любили готическое окружение, всё такое офигенное, рисовать у вас, оно очень круто получалось, и тут вас кидают делать историю игрушек, там, продолжение. Как вы отреагируете? Вы, конечно, офигеете. Типа, блин, история игрушек, это офигенно, но я так понимаю, что вам тяжело будет перестроиться. Прямо безумно сложно перестроиться. И поэтому, там, сколько бы вы попыток не делали, да, там, можно, там, всё-таки попасть в стиль, но будет очень трудно. У вас, скорее всего, если у вас в портфолио одни готические замки, вас и позовут на такие проекты. Я думаю, если об этом был вопрос, то, я думаю, я надеюсь, на него ответил. Ну, вот насчёт команды, вы просто спросили, насчёт команды. Ну, если в команде, то вас могут тоже или на другой проект, или, там, посадить на пропсы, допустим. Не над визуальной, прям, всей штукой, да, работать, а над пропсы. Вот за концептить отдельный какой-то пропс, чтобы потом 3D-художник по нему сделал 3D-объект, который будет в этой локации. Прямо не всю локацию, не атмосферу в этой локации, да, а именно пропсы отдельные. Такое тоже бывает. Это нормально, в этом ничего плохого нет. Как бы, это концепт, концепт художника по окружению. Он делает и вот такие вот красивые штуки. Вот у этого художника есть и красивые штуки, мы ещё дойдём к ним. Вот я не говорю, что вот это некрасивое. На самом деле, мне вот это иногда больше нравится, чем вот красивые шоты. Так, давайте дальше. Вот насчёт того, что… Так, сейчас, секунду, вижу вопрос. Так, 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 так. Тут не совсем понимаю, вот написано, подскажите, пожалуйста, как новичку Джину 3D стать действительно востребованным специалистом. Именно в 3D или именно софт 3D изучить для концепта? Вот я не совсем понимаю. Если 3D вы хотите использовать, как быть 3D-художником, да, не рисовать, а просто делать какие-то там пропсы, какие-то вот… 3D-художник по окружению – это художник, который создаёт целые локации, да, там, грубо говоря, какой-то задний план, мир, пропсы и так далее, машины, корабли. Вот это 3D-художник. Не концепт-художник, да, а 3D-художник. Я просто, может, не совсем правильно понял вопрос. Если вы не играете в игры, это ничего страшного. Конечно, важно в нашей, как бы, специальности важно иметь очень-очень-очень большую базу референсов в голове, насмотренность, так говорится, да. Её прям очень важно. Там ходить в музеи, смотреть фильмы, смотреть сериалы, смотреть мультики, играть в игры. Это важно. Это прям часть нашей работы. Грубо говоря, там, этим вы всем и вдохновляетесь, об этом всем я и знаю, потому что я играл в эти игры. Я играл в эти игры, я смотрел, как работают пропсы, я помню сюжет, потому что он интересный, он захватывает. Захватывает тем, что круто всё сделано. Я смотрел фильмы, да, там, но в фильмах, как бы, фильмы нужно разбирать с точки зрения композиции больше, чем, как бы, визуальная картинка. Вы посмотрели двухчасовой фильм, два часа фильм идёт, да, там, сейчас среднестатистический. Вы посмотрели этот фильм, кайфанули, типа, и ушли там спать, не знаю, по своим делам, там, ушли из кино, пообщались с ребятами, с которым вы ходили. И, ну, блин, круто то, что вы можете там за год поработать над пятью фильмами, да, над пятью фильмами. В игре вы можете поработать за год там над одной игрой, и то там на пять лет можете задействовать над одной игрой. Но, скорее всего, сейчас такой пайплан не совсем подходит, потому что в играх сначала очень много концепт, концепт художника, куда их приглашают делать именно атмосферу всей игры, да, визуализацию вот эту, которую там придумал художный постановщик, да, и режиссёр картины, да, в игре и в фильмах. Как бы, а потом эти художники уходят на другие проекты, и за ними там уже пропсы делают другие художники. Это всё делится, это всё разбивается. Так, вот, я говорил об этом художнике, что он делает и красивые штуки. Давай, давайте, наверное, пойдём дальше, потому что мы уже насмотрелись на вот эти очень крутые скетчёвые штуки, потому что здесь были болванки абсолютно. Художник просто доработал, поставил композиционно этот кадр настолько круто, настолько он мог, да, в этот момент. Вот здесь очень круто взаимодействие с левел-дизайнером. Левел-дизайнер говорит, вот смотри, вот здесь нам нужно что-то, через что он будет перепрыгивать, наш герой. И художник должен нарисовать несколько разных штук, чтобы они не повторялись и не наскучили играющему человеку, то бишь нам, да, который берёт джойстик и играет в эту игру, чтобы ему не было скучно прыгать через одно и то же, как Марио, через грибок, точнее, через вот эти одинаковые штуки. Это немножко уже другое, это трипл-А игра, над которой работает очень много людей, безумное количество, там, тысячи человек, как бы, начиная только. Ну вот, это то же самое, как бы, о чём я говорю, художник пытается разнообразить локацию, сделать её намного круче, потому что вот это, видите, вот этот серый кубик, это называется грейт-бокс, он выглядит вот так вот, вот это самолёт, но он уже лежит в локации. самолёт, это грейт-бокс, серая коробка, да, как бы переводится, там, где нету ещё ни текстур, ничего. Видите, вот в этого художника очень крутой подход к рефам, он прям даже, блин, деревья, на деревья обычный реф собирает. Так, не бойтесь задавать дальше вопросы, если слышите, если не услышали ответ конкретно на ваш вопрос, может, я неправильно ответил, задайте ещё раз, не бойтесь, отвечу на любой вопрос. Так, ну вот, тоже очень много взаимодействий с левел-дизайнером, очень много, вы прям вместе сидите, грубо говоря, через стол и общаетесь, как круто вам с точки зрения композиции, дизайна и с точки зрения повествования в сюжете сделать так, чтобы герою было понятно, куда идти. Вот даже вот это дерево, оно не зря тут поставлено, вот он должен обойти и вот сюда спрыгнуть. Вот такие моменты, это уже профдеформация, ты уже замечаешь в каких-то вообще, может, это не так, но прям это выглядит таким образом, это дерево прям даёт направление, а тут какой-то там лут лежит, про который ты там, который спрятан, грубо говоря, да, в этом углу. Так. Вот, ну это как бы очень-очень крутой показатель, как левел-дизайнер, точнее, как концепт-художник помогает и левел-дизайнерам, и помогает сюжетное повествование двигать вперёд с помощью просто вот картинки, обрисовки, да, вот таких вот грейдбоксов. Вот, кстати, грейдбокс, видите, вот эти пни, они ещё без текстуры, он сам накладывает в фотошопе эти текстуры, делает деревья такими побитыми снизу, потому что это зомби-апокалипсис, они подбежали, побили здесь, они начали это всё валить, бить, громить и так далее. Ну, ну тут как бы видно, что персонажи в т-позе, просто чтобы понять размер всего вот этого, чтобы не нарисовать там крупнее или крупнее или замельчить совсем какие-то моменты. Вот. Так, вот насчёт того, что красиво есть момент, вот атмосферники, да, как бы сначала вот эти идут штуки, сначала ему просто приходит какой-то бриф, описание, типа вот смотри, вот так вот, типа вот так приблизительно, мы там в зомби-апокалипсисе, везде деревья, там у нас только есть ресурсы дерева, мы там за ними укрываемся и так далее. И он рисует, потому что день и ночь, разные светильники и так далее, потому что в этой игре смена дня и ночи есть. Так, идём дальше. Вот сначала идут вот эти, потом 3D-шники по ходу как бы работы вот они что-то делают, они делают вот эти штуки по его концептам абсолютно с нуля, там без 3D, там как бы он делает быстрое 3D, но оно без топологии и так далее. Так, потом есть в этой игре есть синематики, и он, например, правит эффектом. Видите, вот здесь внизу без эффектов, да, вот он дорисовывает эффекты как должно быть, как было внизу, как должно быть, как было, как будет в игре. Так, вижу еще вопрос, сейчас я вот этот пункт дорассказываю. Опять же, вот видите, как было, как он рисует, как должно быть. И это уже работа с VFX отделом, с отделом, который делает эффекты, эффекты огня и так далее. В общем, концепт-художник должен взаимодействовать с 3D-шниками, с отделом, который делает эффекты. Это разные отделы абсолютно. Но мы нужны всем, видите, как бы если художник как бы в индустрии долгое время, он понимает, что он не только в итоге будет концептить окружение, да, он будет концептить какие-то шоты. Например, вот смотрите, вот как, какой был шот внизу, как в игре было уже, они уже такое сделали, но пришли ребята и сказали, блин, что-то ну прям не очень. Давайте переделаем. Как концепт-художник это видит? Он сделал вот так вот. Картинка круче? Круче. Вот, ему дали на это добро, дали там плюс денег. Это все, блин, колоссальный денег стоит. Чтобы просто вот как бы прихоти художника, да, прихоти концепт-художника поддержать, грубо говоря, да, ну блин, они могли сказать, да, блин, и так сойдет, как здесь, да, но блин, пришли и сказали, вот, концепт-художник обрисовал, сказал, вот так вот круче, ребята. Они такие, да, да, вот так круче, давайте сделаем вот так. И в игре, кстати, в игре, вот этот шот, он, его все-таки сделали, его все-таки сделали. Вот этот шот, он прям открывает игру, там буквально пять минут в игре, и он показывает весь город пылающий в огне. Так, вот это очень интересный пайплайн, сейчас о нем тоже поговорим. Так, сейчас вопросы прочту, секунду. Так, как вы собираетесь в свою базу референс, на что больше нет, и акцент, реальное фотоокружение, или же больше из головы берете? На самом деле, я комбинирую, очень много собираю фотографий, как личные фотографии, которые там хожу, фотографирую и так далее. Ну, допустим, там вторая мировая, там, если каких-то оружий не хватает, я иду в музей, грубо говоря, если это там серьезный проект, да, им нужна безумная детализация, там, допустим, какой-то ковдюди, да, и мы идем там и смотрим, все изучаем. Концепт художника — это тот человек, который должен максимально изучить ту среду и ту атмосферу и ту историческую эпоху, в которой он работает, да, если это связано с каким-то, там, с каким-то прошлом или будущим, который он должен представить. И мы должны, как бы, скомбинировать эту комбинацию наших мыслей, нашей визуальной библиотеки, наших фильмов, мультиков, играх, которые мы играли, смотрели, там, в детстве, там, сейчас, которые смотрим. Это прям комбинация. Так, давайте дальше. Спасибо за ответ. Если концепция 3D под своим рефлом и потом минует на магниту, когда сестра в церкви, как у профи, у нелюбителя, на какие детали обращать внимание. Вот это хороший вопрос. Я думаю, именно в 3D, ну, в 3D, например, вот я леплю сейчас вот эту голову, для себя, это чисто, там, не какой-то коммерческий проект, это будет концепт. есть какие-то нотки анатомии, есть какие-то нотки, вот маска, да, мне безумно захотелось какую-то маску сделать. Я прям хочу немножко переключиться, чтобы вы, и вы немного отдохнули от рассказов о художниках, потому что я думаю, я отдам этот файл. Кому нужно будет, стучитесь, я еще раз говорю, стучитесь мне, стучитесь ребятам из курса, да, и вам его дадут, я думаю, я сегодня скину, чтобы именно пюреф, чтобы именно вы сами еще посмотрели, сами вдохновились после моих слов и так далее. Может, что-то еще новенькое найдете в них. Так, вот это тоже может уже выглядеть как концепт. Есть безумно крутой художник по персонажам, который делает все абсолютно в зибраше, абсолютно все, и текстурит, и все. Как это преподнести, ну вот это хороший вопрос. Наверное, следует идти к тенденции, которые сейчас в индустрии, смотреть на самых крутых художников, которые в игровой индустрии, смотреть, как они это подают. Прямо просто в 10 минут даже это не вложить, мне кажется. Потому что у каждого свой подход, своя визуальная база, и каждый подает рисунки, концепты по-своему. Главное, чтобы концепция была самая крутая, понимаете? За это нами платят деньги, за то, чтобы мы что-то самое крутое придумали, круче, чем у соседа по парте справа, понимаете? именно, ну как бы, конечно, стандарты качества никто не отменял, они должны быть высокими у вас. Если вы там делаете в 3D, они должны быть очень высокими. Если вы делаете в 3D, это не должно быть там палка-палка, человечек, получился огуречек, да, это должна быть очень хорошая база в 3D. Очень многие знакомые, которые там начали заниматься концепт-артом, они, ну, они не заканчивают художественных вузов и так далее. Как бы, они просто знают основу очень круто. Они знают основу фотографии, основы кинематографа, да, как снимать там фильм. Это немаловажно. Это прям вообще немаловажно. Вот здесь есть кадры из фильмов, которые мы, я надеюсь, что дойдём и разберём ещё. Вот здесь я даже немного хочу показать, как это работает, композиционно в фильмах. Так. Это так, затравочка, типа, на будущее, ребята. Вот мы ещё об этом поговорим, но пока отдалимся от этого. Так. Так, ещё был вопрос. Здравствуйте. Кто? Нет. Вот тут вопрос насчёт кто-то выдает гримбокс и заданный палитрой или художник сам предлагает по своему видению. Смотрите, если это связано с игрой и есть Unity, как бы это мобильные игры сейчас делают. Ну, Unity не только для мобильных, но в целом. В большинстве случаев есть Unreal Engine. Там могут уже выставить освещение. Есть отдельный художник, который занимается освещением и запеканием освещения. Light artist, художник по освещению именно в самой сцене, в каких-то драматических моментах, когда мы заходим в какую-то комнатку, и там подгружается камера, и персонаж начинает с другим персонажем разговаривать. И мы начинаем, блин, думать, как нам это подсветить. Но концепт-художник также взаимодействует с light artist, концепт-художником по освещению, по свету. Но зачастую в движке в Unreal или Unity уже работает человек, который запекает и больше работает над светом. Там где-то нужно драматические свет поставить, где-то приглушенный, тихий, красивый, понимаете? Вот в этом вся разница. Так, сейчас, секунду. Так, давайте посмотрим вот этих двух художников. Они работали над одним и тем же проектом, но пайплайны абсолютно разные. Вот прям кардинально меняются. Люди, работавшие над одним проектом, это не означает, что в основном ты должен попасть в стилистику и так далее, но в этом проекте Ghost Tsushima это безумно крутая игра. Опять же, я играл, я брал в основном проекты, в которые в основном я смотрел, играл, ну полностью вдохновлялся этими проектами. Мне нравятся эти художники, это малая часть художников, вот это, да, мы даже, вот мы только до половины художников дошли, нам еще нужно кадры разобрать, еще кадры разобрать, еще композицию кадров, еще поговорить, вот чем кардинально отличаются игры от фильмов, да, мы немного затронули эту тему, да, что в фильмах как бы это какой-то, это композиция шоу-то, да, это композиция картинки, мы вот делаем композицию красивую, а потом они там уже летят, как режиссер скажет, так и будет, а в игре вы больше работаете над погружением игрока в игру, вот, вот эта проблема, то, что я скачу, конечно, с темы на тему, надеюсь, поотвечал на некоторые вопросы, я так отдыхаю, общаюсь с вами, так, еще, по-моему, вопрос, как проходить коммуникацию между отделами, когда каждый загружен, а у меня была ситуация, когда главный... Ну, блин, не знаю, вот это, понимаете, тут вопрос о том, как коммуницирует один отдел с другим отделом, это сложная ситуация, на самом деле, у нас, не знаю, все дружелюбные, у нас нет такого, что один другого не любит, это работа, поймите, как бы, все, что вы какую-то там красоту делаете, там, относите, это не должно быть так, типа, вы отнесли там, и художник такой, по визуальным эффектам такой, фу, не буду это делать, мне не нравится, такого нет, как бы, над этими всеми людьми есть один арт-директор, вот, он есть и над фильмами, и над играми, и он уже, как бы, решает, там, будет, будут это делать, не будет, как бы, человеческий фактор, это немножко другое, как бы, это немножко, а другом, это круто, это классный вопрос, но мне кажется, это уже от людей зависит, но у нас такого нет, как бы, у нас очень классный коллектив, компания, и прям супер, мы, как бы, коммуницируем между собой, круто, и, как бы, все, все, все круто, все нравится, но у нас такого нет, к сожалению, я не сталкивался с таким, это я ответил на вопрос Анны, наверное, Анне, так, давайте дальше, вот смотрите, о чем я говорил, что разный пайплайн, смотрите, как художник абсолютно пытался, была игра о Японии, о Цюшиме, да, о острове Цюшима, гост Цюшима, призрак Цюшима, и этот художник прямо не нравится, как он пытался попасть в стиль в Японии, что ли, вот знаете, когда вот рисуют какими-то такими кистями, да, он пытался даже в концепте это передать, это прям чувствуется, это прям вау, ну для меня это прям очень круто, есть такие художники, которые пытаются максимально выдавить из проекта, там, если это Японии, давайте японскими кисточками рисовать, грубо говоря, да, на бумаге, ну такого не происходит, но у нас там есть график, CG, и мы можем подражать этому, и это очень круто, это показательный для меня момент, это классно, это здорово, что человек настолько вдохновился, как бы Японией, я думаю, они ездили в Японию, смотрели, как, что, фотографировали, и как бы вот когда они приезжают, фотографируют, вдохновляются всеми этими штуками, они в итоге потом делают такие классные штуки, шоты, картинки, да, как бы как хотите, называйте, но это здорово, и по таким вот уже вещам, потом 3D-шники делают визуал, это безумно красивая игра, это одна из самых красивых игр, которые я играл, она прям вот как здесь, она настолько же живописная, там всё летает, там прям такой ветер, когда лезь захочешь, ну это безумно, но когда ты играешь, это не только работа концепт художников, это работа художников по музыке, да, по звуку, по эффектам, потому что там листья падают, по анимации, художникам анимации, аниматоров, да, которые анимируют это всё, это, блин, это большая работа, это огромный труд, чтобы сделать такой проект, это безумное количество человек и часов, чтобы добиться таких результатов, ну отправная точка, это мы, это вот как раз концепт художника, которые вот идут к этому, идут к тому, чтобы помочь всем тем, как бы, всем тем департаментам, которые будут делать игру, вот этот художник, да, он в основном тут очень мало фотографий использовал, но в основном он всё замазывал, в итоге кистью вот этой широкой, которая вот имитировала, пытался имитировать японскую какую-то такую живопись и так далее, вот акварелью, а вот это другой художник, безумно крутой, он работал тоже вот в Сакер Панч, сейчас он в Нотти Док работает, блин, ребята, вот показательный, видите, перешёл оттуда сюда, то, что, блин, он очень безумно крутой, вот, мне очень нравится этот дядька, прям, безумно вдохновляясь его работой, вот смотрите, настолько здесь детализация, это прям нечто, ну, типа смотреть на вот это, это больше на атмосферу и на вдохновение, да, другим художникам, а вот это, это прям детализация, это, вот этот художник в начале был пути, этот художник где-то пришёл к нему к середине, грубо говоря, чтобы показать, как детализация, потому что эта игра, она больше реалистичном сеттинге, да, и поэтому люди всё-таки, всё-таки прорабатывают до таких мелочей, в основном здесь фотобаш, и очень крутая постобработка, безумно крутая, я смотрел гамроуды этого парня, он просто какой-то маньяк, в плане детализации, это просто один из самых лучших, людей, которых я видел именно работы, у него подход сумасшедший, он очень много, у него фотореференсов безумное количество, и своих фотографий, которые он фотографирует, тоже какое-то нереальное количество, и помимо всего этого, он очень круто работает с атмосферой и с погружением, он берёт какие-то очень крутые композиционные решения, вот очень круто, сразу понятно, что здесь жарко, что здесь там тесно, здесь неуютно, там под потолком пар, вот это очень круто. Вот этот же проект я разбил немножко по локациям, потому что в игре делится по локациям, там есть одна локация, ты входишь огромная, это зима, там лето такое, весна-лето, и локация там пасмурная зима, ну типа не зима, а осень, грубо говоря, такая пасмурная осень, туман везде и так далее. Вот очень круто со снегом работает. Представьте, сколько здесь фотографий, и чтобы подбить эти фотографии, настолько круто, чтобы... Это, по-моему, все фотобашинг. Это все фотографии. Он, кстати, у него есть даже на его арстейшене есть видеоуроки небольшие, если что, кому будет интересно, посмотрите. Тоже безумно круто. Так, давайте посмотрим. Это ж нужно столько-столько фотографий, блин. Просто бешеный чувак. Так, давайте дальше посмотрим. Так, так. Так. Блин, безумно круто. Просто, блин, минутка молчания для вдохновения. Смотрите, какой ракурс, какая композиция. Здесь вот эти силуэты темные, которые отражаются в воде. Блин, безумно круто. Размытие. Резкость на именно той точке, в которой мы должны смотреть. Блин, это очень круто. Это прям безумно классно. Учитывая, что это просто все фотографии. И с очень крутой, внимательной дорисовкой. Человек знает анатомию, человек знает, как работает свет, как работает пространство. Просто, блин, божественно круто. Вот тут, кстати, есть пасхалка, смотрите. Безумно прикольно, смешно. В игре, кстати, я такого не видел. И опять же фотографии. Очень круто по тону. Он очень классно по тону побивает. Если вы переведете эту картинку в ЧБ, вы увидите, как все на тоненьком. Нету ни одного объекта, который выбивается. Если здесь там, у этого художника, это все на контрастах. Это все на контрастах. У него здесь очень мягкая подача. Мягкая подача информации. Очень круто. И очень прям передана та атмосфера, которая в игре находится. Серьезно. Вот вы, когда поиграете и посмотрите эти концепты, вы прям офигеете. Это, блин, очень круто. Сколько еще будет по времени стрим? Блин, к сожалению, я не знаю. Я, наверное, все-таки через минут 20 все-таки буду заканчивать. Я постараюсь, попытаюсь что-нибудь еще прям глобальное рассказать. и так далее. Но, блин, наверное, я очень затягиваю. Давайте, наверное, быстрее пробежимся. Вот еще один очень крутой художник. Блин, да что они все крутые, что я все время об этом говорю. Хотел, опять же, вот этот пример показать, что есть вот такие вот балланки, да, 3D-шные. Есть опять локация, которую художник рисует с нуля, без 3D, без ничего. А потом он берет и ему, его просят, чтобы эту локацию немножко разрядить, сделать круче. Он берет, дорисовывает, что-то абсолютно убирает. Вот это было в 3D, это концепт художник делает. Он пытается атмосфернее сделать, атмосферу какую-то дать, привлекательнее эти шоты сделать, чтобы, когда персонаж будет бежать, чтобы ему было интересно в этой локации находиться. вот смотрите, также здесь абсолютно голые какие-то непонятные штуки, там хочется разнообразия, он зелени добавил, там решетку какую-то добавил, потому что это, наверное, конец карты, заглушка какая-то нужна была. Он там берет, добавляет это все. Там поубирал эти фонари, потому что здесь не нужны. Также вот здесь была вот тоже 3D-болванка, художник просто вот настолько круто разнообразил это все. там флаг добавил, там вот без флага с флагом показал, как это смотрится. Вот также здесь очень много работы, очень много работы концепт-художника по окружению, когда им нужно взаимодействовать с локацией, с пропсами, с гейм-дизайнерами, с фиксерами и так далее. Это очень крутая тема. Также вот с нуля нарисовано. Вот этого художника по иплана чисто фотошоп, чисто фотошоп, да, и как бы обрисовка вот если мы посмотрим, вот скетчевая тема, он просто скетчит и потом как бы в фотошопе дорисовывает это. Скетч, ну как бы в фотошопе это фотобашинг, скорее всего, какой-то минимальный и рисование кистями. Так, давайте следующий. Это тот же художник, который работал над Апексом, Королевская битва. Все мы знаем, кто играет. Так, они вдвоем работают над Respawn Entertainment, вот это арт-директор, Respawn Entertainment, ну, в данный момент у него не указано, вот это просто лид-концепт художника, который как бы помогал другим художникам. Он лидит. Вот, также вот, вот, даже посмотрите, один проект, и художников подбирают как подпроект, потому что у них работы очень похожи, прям очень похожи. ну, вот этого художника немножко отличается, немножко визуал по sci-fi теме, потому что она такая немного динамичнее, что ли, чем у этого художника. Вот, смотрите, вот этот художник уже использует 3D. Он использует 3D и обрисовку. 3D у него, кстати, много, но он хочет показать, как, допустим, эта штука будет работать. Он как бы рисует, потом уже дорисовывает в Photoshop, показывает текстурки и так далее, накладывает это всё. Так, вот, даже те же двери, да, вот это там, был вариант, вот это он сделал, как бы с разными потёками, побитостями и так далее. Добавил дверям жизни какой-то истории. Это немаловажно, чтобы добавлять какому-то объекту, чтобы на него было интересно смотреть, добавлять какой-то истории живости. Так, давайте мы уже немножко набрали темп. Ну, за The Last of Us 2, кто играет, кто знает об играх, я думаю, все знают, что это за игра, не будем много о ней говорить. Очень много было сделано концептов. Безумное количество какой-то момент на R-stash они были забиты этими концептами, но они были великолепными, они были просто сногсшибательными. Но тут в основном это вообще вот фотографии, да, просто сфотканные штуки, потом обрисованные, но они очень атмосферные, они прямо показывают кадры. Вот этот кадр был в синематике, он безумно крутой, там правда немножко освещение другое, там было теплое освещение, там были при факелах освещение. Так, но вот здесь атмосфера именно в локации. Вот эта локация безумно крутая, я ее помню, она прямо один в один, как на концепте. Прям хочется вот так вот приблизить и сказать, это я играю, ребята. Так, давайте дальше пойдем. Так, ну вот здесь pipeline, это 3D, это blender, вот это 100% blender. Так, это blender, это фотография, это обрисовка, потому что это очень реалистичный проект, это когда больше смутяшны, тогда там есть моменты, когда вы больше в фотошопе работаете. Так, задавайте вопросы, не стесняйтесь, кто только пришел, задавайте, перебивайте меня в чатике, пишите, я буду читать, не забывайте. Так, вот еще, я в начале стрима говорил, что мы вернемся к этому поезду, где я его вынес. Так, секундочку. Так, а где же поезд? А, вот он, смотрите, вот это концепты к фильму, там где-то два, там, ну, пять концептов, да, где он падает, где он едет и так далее. Теперь посмотрим сюда, смотрите разницу. Это безумная разница с тем, что человек делает для фильмов, человек делает для игр. Смотрите, поезд в одном ракурсе, ночью, поезд внутри, поезд где-то на кухне, это тоже поезд. Поезд просто, как бы, дали 3D-болванку, он обрисовал, показать, как он будет снаружи, потому что, и то, видите, это поезд еще на стадии концептинга, потому что поезд выглядел в конце вот так вот, я играл вот эту игру, опять же, я брал все референсы и работы художников, которые я играл. Вот это, вот это, это в итоге, как получилось, поезд, вот это просто, посмотрите, какого качества концепт, просто показать, да, почему, скорее всего, переделали этот концепт, потому что хотелось камеры больше, потому что игра третьего лица, и вот здесь показали сразу персонажа, а здесь он был бы не очень удобно игроку от камеры играть, я, ну, мое предположение, вот, смотрите, еще, еще поезд, еще поезд, концепт, с разных ракурсов, с разных освещений, вперед поезд, смотрите, сколько, этот концепт художник работает с 3D и с обрисовкой, да, вот мы видим, как хотел художник показать именно вперед, почему так много концептов, потому что в игре вы можете подойти и рассмотреть этот объект, в фильме, это буквально там, ну, не знаю, если не весь фильм происходит на этом поезде, то он буквально там 5-10 минут, в игре вы можете хоть сутки простоять и посмотреть, как там сделана эта 3D-шка и композиция, поэтому в играх, в 3D-проектах больше заморачиваются с этим, в играх больше концептов делается, вот, смотрите, вот концепт поезда, вот сколько это концепт поезда, ну, тут момент того, что мы заходим в поезд, мы взаимодействуем с поездом, мы что-то делаем в нем и снаружи него, мы там бежим сначала по верху поезда, потом спрыгиваем вниз, это как в игре было, вот хороший вопрос, а есть концепты RDR, нету, к сожалению, я не видел ни одного концепта на RDR2, потому что почему-то так происходит, что компания Rockstar, она не делится, она, это очень закрытая компания, прям, я ни одного не встречал человека, я видел, отвечая на вопрос, я видел очень много 3D-локаций, уже после, да, как бы, но не видел самих концептов, это хороший вопрос, тут хочется, блин, подумать и сказать, что, блин, а концептов, наверное, скорее всего, и не было, но, к сожалению, нет, концепты были, скорее всего, с левел-дизайнерами, они обсуждались, чтобы классно игрались и так далее, эти штуки, потому что концепты 100% были, потому что это период ковбоев в РДР и так далее, и по фотографиям вас создать очень сложно, просто вот с нуля, с головы, там сразу 3D-ноделать, нет, 100% были какие-то очень крутые концепты, но, к сожалению, я их не видел, это очень классный вопрос, потому что я тоже задавался этим вопросом, где концепты по РДР-2, давайте напишем в Rockstar и попросим у них концептов, парочку хотел посмотреть, какие специалисты там работают, но, к сожалению, это так не работает, вот, смотрите, вот столько было сделано на поезд, как сайфайные элементы должны работать в поезде, в целом, как они должны смотреться круто и так далее, пропсы, просто пропсы, смотрите, как они круто сделаны, но пропсы очень круто и какое-то количество времени потрачено, и они сделаны неплохо, они сделаны затекстурены, они обрисованы, они и так, и так, и эти пропсы в игре тоже они недолго, это там локация буквально проходится, этот поезд, ну, за час, ну, конечно, в игре вы можете остановиться, там, убить всех этих штурмовиков, там, внутри поезда, остановиться, рассмотреть, я так делаю, это уже профдеформация, когда, блин, уже голос садится, сейчас, секунду, в игре купим, так, давайте еще рассмотрим, это мусорная такая штука, которая мусор переводит, я не знаю, мусор, мусорный перевозчик какой-то, так, и тоже, вот смотрите, сколько концептов, и в таком свете, и в таком, и, ну, вот 3D-моделька, какая была качественная, это 3D-код, скорее всего, очень похожий, ну, многие художники сейчас работают в 3D, и это очень много, очень, очень сильно ускоряет по времени, вот, блин, на такой бы концепт, если без 3D ушло бы колоссальное время, только такие штуки мог Сидмит делать, да, в свои лучшие годы, к сожалению, Сидмина уже больше нет, но это, блин, это безумно крутой концепт, разогуглите, посмотрите, кто такой Сидмит, это основополагающий чувак, который делал для бегущего по лезвию концепт, для Элизиума, по-моему, если не ошибаюсь, это последний фильм, над которым он успел поработать, а, нет, он успел еще поработать над бегущим по лезвию с Райаном Гостингом, который последний выходил, так, и вот тоже человек, который работал над Jedi for Northern, и еще один, который работал в команде, вот тоже концепты, но это концепты корабля, вот смотрите, вот здесь полное 3D, практически человек не обрисовывал, там даже есть у него, если вы в Варстешне забьете, ага, вот есть вопрос, вот Assassin's Valhalla, Assassin's Creed Valhalla есть, очень много концептов, посмотрите, я просто не, ну, мало наиграл в Valhalla, чтобы показывать концепты, там безумно крутые концепты, в Valhalla очень много концептов, потому что там безумно огромный мир, там один из самых крупных миров, это то, что я успел там увидеть, играя, я чуть-чуть поиграл, немного, ну вот, да, хороший ответ насчет RDR, да, Rockstar, к сожалению, очень закрытая компания, так, вот, смотрим, опять же, вот очень много 3D человек работает, прям весь у него pipeline, построен на 3D, немного фотобаши, обрисовки, вот это очень крутой кадр, это больше такой на атмосферу, на идею, я бы даже сказал, что главный персонаж вот таким вот способом, это даже для аниматоров круто, есть концепторы, которые там чуть бы не анимацию делают, прорисовывают, но это вот атмосферник, который, типа, вот так, таким движением открывает двери силой в Звёздных войнах, джедаи, так вот, есть вот такие вот черно-белые скетчи, вот, блин, не знаю, обожаю я черно-белые скетчи, я сам художник, именно, традиционный художник, который там ещё руками рисует, иногда, в стичбуке, я прям обожаю такие вещи, для меня это прям очень круто, именно вот когда в конце, вот такое в концептах очень редко увидишь, но это настолько атмосферная штука, она меня прям погружает в какие-то студенческие годы, я учился в академии, в академии дизайна и искусстве, там я вот по вечерам рисовал какие-то набросочки, тогда ещё даже, наверное, не было такого понятия и специализации концепт-худажник, так, давайте идти дальше, вот, вы смотрите, мы наконец-то за сколько там, за час, за час 30 минут прошли вот это, ю-ху, так, можно нас поздравить, так, давайте, давайте посмотрим всё-таки, кадры из фильмов, просто теперь кадры из фильма, так, смотрите, безумно крутые кадры, почему я их повыбирал, это прям, можно сказать, моя коллекция, это фильмы, которые я смотрел и сам отбирал, где-то что-то, может, на каких-то сайтах находил, но в основном, это просмотрены мной фильмы, опять же, и сделаны что-то, ну, просто скринил, смотрел, разбирал, почему вот так вот, почему композиция поставлена, смотрите, как офигенно в этом кадре работает, куда нам смотреть, смотрите, вот эти все линии, силуэт этого корабля, хоть его там, он настолько далеко, что его именно вот, пространство поглощает, он прям как, как мираж нам кажется, но как круто, он показывает, куда нам смотреть, смотрите вот сюда, да, вот типа вот все линии нам показывают, смотрите сюда, блин, это безумно крутой кадр, это прям вау, это прям безумно классная конфета, так, вот здесь симметричные кадры, это очень крутые кадры, это кадры из James Bond Skyfall, лаборатория, вот такие вот штуки, они тоже делают с концепт-художниками, а потом по концептам, представьте, по твоему концепту, кто-то делает целый вот такой вот зал, развешивает также светильники, там композиционно ходят люди, грубо говоря, и так далее, композиционно движется камера, чтобы это все показать, представьте, сколько это работает, блин, это титаническая работа, это просто безумно круто, тут опять тоже я взял симметрический кадр, симметрия, это прям наше все, тут и горизонтальная, и вертикальная симметрия, и вот руки Дракса, мне очень круто перевернуты, типа вот так вот, у нас есть три столба, вот где-то наши точки фокусные, вот раз, два, еще и три, делится очень круто кадр, очень сильный и устойчивый кадр, я бы сказал, вот это, потому что он прям на титановых столбах держится, просто атмосферный кадр, мне очень нравится, цветопередача, цветокор, безумно крутой, советую, вот кто хочет заниматься концептом окружения, прям, когда вы смотрите фильм, попробуйте один раз просто посмотреть, насладиться фильмом, да, какой-либо, и ну берите самые крутые, да, как бы это всем все понятно, и пытайтесь делать скриншоты, делать скриншоты, базу себе нарабатывать, закидывать в перефи, просто вдохновляться перед тем, как вы что-то будете делать, вот опять же, давайте, вот симметричные кадры, они похожи, в каком-то плане, но, и в то же время не похожи, абсолютно разные, они прям безумно, безумно интересны, так, давайте сейчас посмотрим, еще где были симметричные, найдем их, так, давай, давайте, задавайте вопросы, не стесняйтесь, не бойтесь, так, вот это симметрично, очень классный кадр, буду отвечать по ходу, потому что тоже устал уже говорить, буду отвечать на вопросы, если есть вопросы, задавайте, блин, вообще с радостью отвечу, так, давайте еще, вот симметричный кадр, очень крутой, неоновый кадр, так, давайте еще посмотрим, так, 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 ну, вот можно этот, тоже к симметрии, смотрите, вроде кадр симметричный, да, везде, ну, как бы, приблизительно симметрия, мы не берем на этом расчет, что именно делится пополам, симметрично, как здесь кадр, круто показан, смотрите, атмосфера, пространство, как работает, да, ты как будто сидишь вот здесь, да, там, смотришь на это прям, ну, вот здесь классный кадр с тем, что на тебя идет персонаж, визуально очень здорово выглядит окружение, оно готическое, художник очень много старался, типа, подбирал рефы готическому замку, может, где-то вот художник подбирает какие-то рефы, рисует, а потом ему говорит, блин, мы знаем этот замок, мы едем туда снимать, такие тоже моменты бывают и часто. так, вот это тоже, это, по-моему, Белоснежка, так, 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 да, да, это Белоснежка, это очень крутой тоже фильм, с чисто визуальной точки зрения, будем сейчас брать там сюжет и так далее, очень круто сделан, камера снизу, драматический какой-то момент, может, даже жидковатый вот здесь, потому что вверху есть какая-то вот вертикальная линия вверх, сияние, это все на атмосферу работает, я уверен, что над этим кадром много работали, много работал концепт художников, так, так, давайте еще посмотрим, так, вот это очень крутой кадр, просто камеру делит пополам и показывает эти безумные лица, вот здесь круто, здесь какая-то история, иногда кадр абсолютно, абсолютным образом работает только на историю, на атмосферу и историю, какие-то кадры работают чисто на визуал, драматизм, вот это очень драматический момент, да, он там придерживает ее, чтобы она ничего не сказала, хотя за стеной там ровно стоит чувак, это очень крутой кадр, он прям, мне кажется, Сасминса наводит, прям безумное количество, это прям круто, вот здесь это такой, типа, очень клишованный, способ клише, да, типа, затемнить персонажа, дать нам с другой стороны свет, чтобы мы не видели лица, кто входит, это прям очень крутой момент, мне очень нравится этот ход, он также, он также сделан в Мандалорце, вот, есть сериал Мандалорец, так, стоп, вот, вот этот кадр, прям безумно круто, люблю такие кадры, прям офигенно, так, давайте дальше, симметричные мы немножко разобрали, так, ну вот, если чисто из окружения, да, у нас больше вот эти кадры, как бы симметрично, круто показывает сам дизайн замка, готику, оброшу, вот эти штуки, они все играют на историю, и на атмосферу, немножко уже заговариваться, начало, уже много сидим, говорим, так, задавайте вопросы, так, давайте просто быстро пробежимся, это вот чисто, я хотел, чтобы вы визуально оценили, как бы эти моменты, чтобы без каких-то почеркушек, сейчас мы перейдем к почеркушкам, так, тоже опять очень красивые кадры, просто вот момент, но они очень играют в фильме на атмосферу, они безумно много времени, вот когда ты смотришь, ты прям вдохновляешься, ты, ну, блин, это прям тяжело передать словами, это прям круто, вот это очень классный кадр из Марсианина, опять же, показывает масштабность, да, вот этого огромного мира, который давит на тебя маленьком, вот это очень тоже классный кадр по освещению, очень много играет роль в фильмах, и в фильмах, мультиках, и в синематиках освещения, прям очень сильно, поэтому часто, зачастую, когда снимают фильмы, мы не видим, да, режиссерскую команду, где там люди бегают, там микрофоны держат, чтобы когда он говорил, чтобы слышно было, что он говорит, мы не видим, сколько здесь разных прожекторов, даже днём, но на кадр это всё очень круто играет, вот опять же, атмосферные кадры очень крутые, тоже вот, какая-то вот динамика, да, он просто стоит, там он грушу буцнул, ну сколько пространства, сколько историй в одном кадре, сколько мы можем увидеть, да, сколько, блин, там перспектива уходит, мы там можем рассмотреть, что там, да, у нас есть каких-то там доли секунды, но нам нравится кадр, нам нравится цветокор, потому что зелёный, здесь вкрапление красным, мы знаем, что зелёный и красный, это противоположные цвета, которые взаимодополняющие, грубо говоря, да, вот, вот это район номер 9, это очень классный фильм, по-моему, если не ошибаюсь, или лизиум, сейчас боюсь перепутать, да, Skyfall, да, Skyfall, это безумно классный фильм, это снимал его, ну как снимал, человек, который управляет камерой, грубо говоря, тот же, кто снимал 19-17, это прям очень классный дядька, он там уже, по-моему, несколько Оскара получил, за композицию в кадре, это прям безумие, да, вот это всё Skyfall, вот эти кадры, это Skyfall, вот это Skyfall, вот это Skyfall, Skyfall, вот тут ещё, по-моему, нет, нету, Skyfall, это прям, это очень красивые кадры, это безумно красивый фильм, несмотря, что это там детектив, там Бондиана, вот эта вся тема, ну не детектив, боевик, я бы сказал больше, так, если что, поправляйте, потому что я, может, уже заговариваюсь, немножко подустал, так, я думаю, минут, минут 10, и, наверное, будем уже заканчивать, так, 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 давайте, ну вот опять же, Капитан Америка, вот смотрите, цветокор, цветокор, очень крутой цветокор, опять кадр, очень классный, какая-то вот, атмосфера, такой закрытости, камерности, комнатности, вот эти все штуки, перекрытия добавляют, это очень классная, классная атмосфера, вот, Стражи Галактики, безумно крутой фильм, правда, я очень мало с него шотов сделал, просто фильм крутой, сидишь, смотришь, блин, и забываешь, что надо шоты делать, классная композиция, выстраивается в такую вот, динамику, по росту, и вот их не зря по росту так поставили, это композиционно очень крутая, такая типа, линейка, даже этот чувак чуть-чуть выше, уже прикольно кажется, вот этот момент волны, и это все вот нужно учитывать, когда вы рисуете концепты, не забывайте об этом все, пожалуйста, о композиции, даже есть симметрия, вот эта посередине, если провести, одна лампа и другая, она симметричная, плюс енот стоит, можно грубо говоря, что этот кадр, пока там, я не успел там что-то сделать, его енот посередине был, это был очень круто, симметричный кадр, можно даже его сюда припихнуть, так, космические корабли, но они всегда офигенно и выгруженно смотрятся, когда космический корабль белый, на фоне Black Hole, да, черной дыры этой, огромной, которая поглощает все на своем пути, наш космос, вот это тоже, вот эти картинки, когда очень много все-таки на кадре лишнего, они такие камерности добавляют, какой-то такой, не знаю, мне всегда саспенса они добавляли, так, ну здесь очень круто, расставлены композиционные, композиционные фигуры, это прям очень круто, так, здесь плановость играю, ну, это больше всего на сюжет, по-моему, там что-то, сюжетная какая-то, арка, сюжетная арка вот этой машины, по-моему, он к ней подходит, вот это из новых «Звездных войн», тоже классный кадр, классное освещение, ребята, смотрите всегда на освещение, как вы, ну, вы можете там осветить свою модельку, да, в 3D, когда сделали, и хотите ее там обрисовать, поставить в окружение, сделать классное окружение, вам нужно очень крутое солнышко, именно поставить так солнце, чтобы оно безумно, безумно классно было освещение, классно падала тень с направляющей и так далее, ну, об этом мы будем в основном курсе говорить, об этом все поподробнее, это я так сейчас просто вводный, вводный курс, он уже, второй, скоро будет 2 часа, как я рассказывал, очень много нюансов, в 2 часа это даже, ну, не вложится, вот, «Прометей», очень безумно масштабность передает, опять же, смотрите, как круто ей там на постпродакшене, высветлили шлем на темном, чтобы она там не пропала никуда, он прям там горит огнем, даже мы отдаляем, он прям, круто, тут много-много-много можно опять разбирать, опять симметричный кадр, его можно опять сюда же поставить, ну, я просто прям максимально пытался сюда впихнуть симметричное, которое прям нету никаких там людей, персонажей, ну, вот это тоже можно в симметрию, тут прям симметричный-симметричный кадр, так, давайте посмотрим теперь на почеркушки, как можно строить кадр, как его не то, что можно, его нужно строить таким образом, так, ну, тут опять вот, это сериал, это фильм, да, это «Драйвер», по-моему, я как-то, не помню уже, как фильм называется, с Соленом Госсингом, тоже вот очень крутой фильм, чтобы посмотреть, пересмотреть, как я попал в Плариум, да, не знаю, просто много работал, в какой-то момент решил послать им свое резюме, портфолио закинуть, и меня взяли, сказали, что я вроде подхожу, и вот так попал я в Плариум, был очень рад, и до сих пор рад, все там круто, все замечательно, так что, блин, даже не знаю, прям, просто это тоже не на 5 минут разговора, ну, типа, блин, это целая история, как я туда попал, я учился в художественной школьной, потом в художественной академии, ладно, так мы вообще стрим не закончим, если я так буду рассказывать, так, давайте немножко разберем, и я, наверное, все-таки буду заканчивать, потому что я уже тоже устал, и вы, наверное, устали от меня, безумно крутые кадры, вот попытайтесь, когда вы смотрите фильм, для себя найти время, все-таки поскринить кадры, и поразбирать их композиционно, тут можно было еще несколько линий дать, да, тут как бы полностью горизонтально-вертикальный кадр, он устойчив, но больше всего тут как бы вертикальных таких очень классных моментов, как освещение падает на на Мэтт Миккельсон, или как правильно, неправильно, я не помню уже, как актера правильно, как освещение, как с окон бьет, но вот этого демона попадает, ну, блин, это безумно круто, это прям стоит поразбирать, если вы хотите в киноиндустрии работать, так, в играх это тоже очень важно, сам композиция кадра, это прям, это очень важно, так, давайте посмотрим, я просто, наверное, не буду уже тут особо объяснять композиции, да, мы как бы видим, как можно очень круто вписать в какой-то, какой-то объект композицию, вот треугольник, вот когда вы увидите треугольник, так, где у нас тут еще, был треугольник, ну вот, треугольник, это очень такая заезжая тема, что треугольник самая устойчивая фигура, его часто используют в композиции, прям очень часто, вот этот объект, ну вот этот кадр очень классный, тоже Skyfall опять же, ну матрица, как Neo садится в машину, тоже круто разделен, как вот здесь машина с самим Neo, да, появляется, очень круто, ну можно здесь даже вот эту спираль запихнуть, она сюда, кстати, подходит, ну в Очовске они вообще безумно были по кадрам, если матрицу разбирать, если у кого-то будет время, разберите матрицу, но у нас одно из первых там заданий будет разобрать фильм, ну я буду добавить нескольким людям разные фильмы, поэтому вы готовьтесь, такое будет, предстоит, кто идет на курс, так, опять Drive, по-моему, или как-то так, вот не помню, как фильм называется, он это банда Нью-Йорка, с безумно крутым актером, опять же не помню, это Убить Билла, тут тоже не помню, Матрица опять же, видите, как много устойчивых кадров, Матрица прям напичкана кадрами такими, безумно крутыми, по освещению, смотрите на освещение, видите, сразу направление освещения на Neo, он сразу избранный, он везде избранный, во всех моментах, во всех нюансах он избранный, запомните, и фильм прям вам на это намекает, вам показывает, Дорога ярости, безумно круто, так, Тор, симметрично, по-моему, что-то там, Жизнь Пи, по-моему, или как-то так, тоже классно сделано, там, где у него Тигр, тут под этим был, опять же, сериал, не помню, так, Охотники за привидевых, с поведениями, так, вот это у нас, если не ошибаюсь, бегущий по лезвию, последняя часть, которая с Райаном Готлингом, Мэд Макс, опять же, Фуриоса бежит, подбегает к машине, как очень круто работает этот кадр на пространство, сколько, сколько воздуха, и сколько загруженности, да, вот вам дают в кадр, напичкают очень-очень перегруженной какой-то штукой, и пытаются этот кадр разделить, чтобы вы от этого кадра не устали от детализации, это очень классный показатель хорошего кадра. Опять «Звездные войны», начало Кристофера Нолана, тоже классный кадр, прям безумно, и кадр, и сам фильм безумно крутой, посмотрите, кто не смотрел. Так, опять же. Так, ну что, вот это подборка моих скринов, прям вот абсолютно недавних, недавно я делал, пересматривал аватары, и делал скрины. Очень круто, даже можно просмотреть, это вот с самого первого кадра, да, там фильм начинается, я начал скринить, и как визуальная часть из синего плавно переходит в фиолетовый, зелёный проходит, потом щепотка такого красновато-оранжевого, зелёный, опять же, потому что всё происходит в зелёный, ну там много атмосферы было с этим кадром, потом, начиная, больше, как бы, процентности уже синего, и потом такой воздух. И как круто фильм балансирует, и этот концепт-художник должен это тоже учитывать. Ну это когда он полностью погружён в фильм, когда как бы его уже приглашают, он работает с самим фильмом, с режиссёром, с постановщиком, художественным постановщиком, оператором и так далее. И опять же, да, как круто, как круто это всё работает. Так, опять же, не забывайте задавать вопросы, ребята, задавайте, вообще с удовольствием я отвечу. Так, вот, это ещё раз Мандаловец, мы к самому последнему подойдём, потому что безумно круто. Вот, сериал классный, по кадрам, по размытию, по постановке кадра, по визуальным эффектам, по тому, как сделан окружение. Смотрите, концепт-художники очень много намучились с окружением. Ну и, как всегда, над этим прекрасным сериалом работал Джамма Джурабай. вы не забывайте, он ещё, он ещё когда-то делал концепты, не только 3D. Так, так что, безумно крутые кадры. Можно вот, кстати, зайти к Джамме, прямо сейчас пока, вот эта картинка, можете на стоп поставить, у него прям есть вот этот шот, как он его сам, ну, разрабатывал, прям безумно крутой. Так, много художников работали над, над, над Мандалорсом, безумно крутой сериал, посмотрите. Опять же, тут можно очень много симметричных кадров провести, именно разделить, но это уже будет ваше домашнее задание, когда курс начнётся, мы о нём поговорим ещё по конкретнее, о этом задании. Я думаю, на сегодня всё. Спасибо большое, кто пришёл, кто задавал вопросы. Блин, спасибо большое, спасибо, 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 задавайте вопросы, наверное, давайте ещё до, до сколько сейчас, 9, 9.58, давайте посидим ещё минут 5, если будут вопросы, то окей, если не будут, я, наверное, тогда буду уже уходить. Так, если что, пишите, торопитесь, просто тут задержка, если что, я посижу, пока водички попью. Спасибо. Ну, давайте, ладно, давайте, пока вы будете задавать вопросы, я ещё минут 10 полеплю свою голову, которую я начну делать. Спасибо большое, я очень рад, что вам понравилось. Так, так, приходите на курс, записывайтесь на курс, я буду вести его. Так, в принципе я, спасибо, спасибо, что пришли, спасибо, Илья, спасибо, Стас, спасибо, и тебе спасибо, что пришёл. Спасибо, ребята, спасибо. Так, не так есть, тоже не так есть. Так, теперь так, так, асимметрия включена, да, включена. Так, если что, можете спрашивать, я ещё здесь, чуть-чуть ещё побуду, поделаю, отдохну от разговоров, и вам спасибо, спасибо, что пришли. Всё, ну тогда, если вопросов нет, тогда я буду в тишине, уже буду делать свою, свой концепт шлема, не шлема, а маски. Спасибо большое, спасибо, что пришли, спасибо, что послушали. Всем пока, ребят, спасибо большое, всем пока-пока.